Знакомьтесь, это Никита Соколов, ученик 10-го Б-класса 5-й школы. С виду самый обычный школьник, если бы не одно «но». 12 лет назад врачи поставили ему диагноз «детский церебральный паралич». Сегодня Никита единственный в нашем городе ребёнок с таким заболеванием, который ходит в обычную школу, и так 10 лет. Перерыв был только один раз в 7-м классе, когда Никита перенёс несколько тяжёлых операций. Я хочу доказать себе, что я могу чего-то в этой жизни, что я не хуже, чем другие. Никита – сын абсолютного чемпиона России по пауэрлифтингу Сергея Соколова. Стремление быть первым у него от отца. Сегодня Никита – победитель городского чемпионата по шахматам среди юниоров. Успешно прошёл два тура – акции «Акт в поддержку свободы». 130 череповецких девчонок и мальчишек боролись за право уехать на год на учёбу в Америку. В третий тур прошли только 16 человек, и среди них Никита. Я понимаю, что Никите очень сложно, потому что он не такой, как все дети. Но вот своими силами, своим упорством, своими знаниями, радостью обучения, и тому, как он хочет помочь другим ребятам, вот он эту победу заслужил. Сам Никита говорит, что по жизни оптимист, и своей энергией заряжает всех ребят в классе. Он неунывающий, он всегда умеет поддержать настроение. Жизнь радостный. Помогает нам в трудные минуты, помогает решать домашние задания, на контрольных. За всеми успехами Никиты стоят его родные. Именно мама Ольга Ивановна 12 лет назад не испугалась страшного диагноза. Решила, что её сын никогда не будет передвигаться в адвалидной коляске и добилась своего. Это постоянно, 12 лет беспрерывного лечения. То есть это вот просто то массажи, то я какие-то тренажёры заказывала. Конечно, Никите не хотелось. Это всё через «не хочу». Мне и самой на расу встану, а вот что делать надо. Результат налицо. Парень у меня ходит. Самое главное, что Никита состоялся как человек. И даже если поездка в Америку не состоится, Никита Соколов не пропадёт. Потому что уже один раз победил свою неизлечимую болезнь.